здравствуйте ранняя весна самое подходящее время для проведения обрезки ваших плодово ягодных деревьев и кустарников естественно стоит вопрос о том какой инструмент при этом использовать вот как раз об этом мы сегодня с вами и поговорим начнем пожалуй с самого маленького инструмента самых маленьких видов например вот такие вот ножи это садовые ножи если говорим о весне сейчас самое время для прививок прививки совершать лучше именно этим инструментом почему во первых он очень острый заусенец не оставляется и прививки сделанные данными инструментами приживаются гораздо лучше также например если у вас какие-то повреждения на коре может быть какие-то заболевания может быть начало уже рассыпаться немножко кора поэтому необходимо эту часть вырезать срезать как раз подобные ножи вам в этом и помогут делают остаются гладкие хорошие срезы которые потом впоследствии несложно замазать садовым варом многие сначала от них восторге а потом жалуются как правило это происходит просто из-за неправильных использования необходимо помнить что это не секатор толстые ветки и вообще древесневевшие побеги лучше ими не обрезать возможно это у кустарников какие-то молодые зеленые не древесневевшие побеги например у меня такая веточка драцены вот как раз по подобному по подобным вещам она используется видите все зеленое срезы довольно таки легко проходят что за садовый участок до без секаторов сейчас существует огромная масса различных видов вот допустим такой секатор прежде всего по поводу выбора на чтобы я хотел бы обратить внимание это на пружину часто бывает что качество иногда страдает у производителя и она то ломается то у нас как-то странно закреплена и постоянно вылетает поэтому когда вы выбираете секатор сразу обращайте внимание на качество пружины и на ее крепеж существуют вот такие просто стальное лезвие здесь а здесь допустим вот этот уже секатор он покрыт тефлоном срез как правило проходит и глаже и довольно таки попроще скажем так еще есть вот такие необычные секаторы как видите здесь вот эта часть она подвижная если вы много работаете с адуем часто бывает что определенных местах образуется от использования мозоли на руках из того что здесь эта часть движется мозоли здесь будет меньше что касаемо этого секатора здесь находится такой ролик тоже необычно довольно таки благодаря ему срез идет более плавный усилий нужно гораздо меньше давайте попробуем сейчас испытать наши секаторы как они режут вот веточка заготовлена допустим вот этот вот секатор с тефлоном покрытием и роликом как он будет срезать побеги срез очень мягко идет он очень ровный особых усилий не прилагаю вот можно еще попробовать какой-нибудь побег потолще вот например на кольцо вырежем очень легко но одно могу сказать небольшой минус этого секатора то что здесь такая наковаленка и на кольцо делать срез довольно таки проблематично то что она упирается в крону побег вот вот допустим уже попроще скажем так секатор как он режет пробуем здесь усилий конечно чуть побольше требуется в принципе тоже не скажу что тяжело срезы довольно таки ровные так ну и вот этот секатор напоследок тоже попробуем здесь еще вот такой зажимчик есть который фиксируется на веточке тоже благодаря тефлоновому покрытию срез идет мягко плюс не слета не отлетают побеги скажем так не надо их потом собирать по участку то есть очень в принципе неплохого теперь вот такой инструмент несправедливо забытый на наших участках это кусторез кустарники есть на каждом садовом участке практически а вот подстриженные кустарники красиво это очень редко вот для того чтобы ваши кустарники были красивой живой изгородью потребуется вам вот такой инструмент что он делает это по сути такие ножницы для кустарников можно сделать из нее любую форму как правило это стенка например если это живая изгородь кустарника подстригается как сверху так и сбоку побеги особо толстые конечно он не возьмет но вот эти вот тоненькие побеги однолетние и дулетние к примеру вполне себе можно срезать ими «Лоска» «Да!» «Да!» «Ну!» «Да!» «Да!» Продолжение следует...